итак продолжаем в этом видео мы поговорим про бас бас у меня здесь представлен двумя дорожками одна из которых саб бас другая это джуна бас такой классический синт вейв бас давайте послушаем каждый из них послушаем сфера sub ну такой классический треугольно образный синтезатор то есть треугольная форма волны играет низкие частоты то есть это не совсем синусоида там небольшой есть дополнительные всякие гармоники но такой очень плавный мягкий статичный звук то есть прям видно что он тянется почти на протяжении всей песни просто меняет гармонию и у нас есть джуна бас так то он звучит то есть эти звуки очень хорошо друг друга дополняют джуна у нас дает вот этот вот гнусавый синтезаторный призвук атаки а сап он держит такой некий фундамент давайте мы послушаем их вместе и давайте посмотрим что у нас с обработкой значит начнем с аббаса тут сразу скажу никакой параллельной обработки нет только плагины у нас он в моно этот бас и собственно записан точнее записан был стерео но я его суммировал в моно потому что хотел чтобы у меня был все-таки монофонический звук баса в треке поэтому я сразу включил здесь режим моно и плагин у меня соответственно все тоже в моно несмотря на то что дорожка стерео но хотя если присмотреться это по сути тоже моно звук просто выведены как стерео файл то что левый и правый канал абсолютно идентичны поэтому принципе изначально эта запись была монофоническая просто видимо когда стены выводили они получились в стерео то есть опять же майка режим так как как мы уже знаем он хорошо работает с низкими частотами опять же linear face и q как и с бочкой здесь я только-току прямо самый-самый саб басы подсрезал подсрезал на всякий случай середину чтобы вот эти гармоники то есть вот они у нас присутствует в сигнале не так явно но все-таки есть я чуть подсрезал чтобы они не мешали основному басу джуно который как раз в этом диапазоне раскрывается лучше ну и на всякий случай самый верх отрезал вдруг там шумы какие-то и так далее дальше у меня стоит virtual mix rack которым у меня опять же ламповая ситуация чуть-чуть добавить этих самых гармоник здесь чуть-чуть я добавил верхнюю полосу не уверен что она прям вот здесь сильно какую-то играет роль чуть низа но просто решил видимо так подкрасить но на самом деле плагин для такого звука сильного сильной роли не играет давайте послушаем но за счет сатурации звук такой становится чуть более такой грязноватый вот без а так и чуть лучше слушается низ то есть так чуть подкрашивается и у меня стоит сайдчейн компрессия сайдчейн компрессия которая работает от бочки от кика от аудиоканала кик и настройка у меня в принципе стандартная я всегда использую классический лоджиковский компрессор для этой задачи можно использовать абсолютно любой компрессор у которого есть секция сайдчейн самое главное чтобы детей как детекшн работал по пиковому значению то есть по именно пиком от бочки они по общей громкости рмс потому что у нас бочка такая довольно быстро и нужно чтобы компрессор тоже срабатывал быстро поэтому меня очень важно здесь включен режим пик никакого автогейна мне нужно чтобы меня менялась громкость баса чтобы все осталось как есть но только в нужный момент чтобы у меня просто бас проседал в момент удара бочки вот давайте посмотрим где у нас бочка начинает играть она у нас начинает играть вот с куплета вот и где-то на 4 децибела то есть я так настроил местоношение 4 к одному и так настроил трешолд чтобы у меня вот в момент удара бочки бас точнее сап проседал на 4 децибела это помогает низкочастотные составляющие в звуке у бочки лучше читаться то есть это цапа не перекрывает ее то есть вы помните мы сделали бочку довольно такой пульсирующий и плотный но если все-таки сайдчейн этот не делать компрессию на басу то бочка все равно будет такой вялый то есть дать я сейчас отключу и мы сравним а теперь с компрессором то есть момент удара бочки бас прям чуть-чуть быстро просаживается и тут же быстро восстанавливается то есть у меня релиз очень быстрый 30 миллисекунд это не я не здесь не настраиваю какой-то там классический танцевальный сайдчейн эффект когда у нас там в одну восьмую возвращается после бочки эффект баса то есть здесь нет задачи именно художественного сайдчейн эффекта это именно технический сайдчейн эффект чтобы просто низкие частоты от бочки не перекликали слишком сильно и не тонули в вот этом саббасе который у нас держится просто длинными целыми нотами и тем самым маскирует звук бочки то есть я вот именно для этого здесь делают эффект поэтому у меня не сильный то есть не там на минус 10 децибела всего на минус 4 это достаточно чтобы бочку успел этот свой пинок дать динамики как бы чуть-чуть у нас сделали такое движение вперед и все и этого достаточно чтобы ну собственно кач у ритм-секции был такой единый доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене давайте теперь перейдем к джуна басу послушаем его в соло дать и без обработки ну звучит довольно тоненько опять же я здесь добавил сатурацию майк дальше linear face и q сильно срезать низ не стал потому что все таки мне хочется чтобы баса было довольно так много в этом треке плотность поэтому я не стал сильно разделять то есть оставлять сап только для вот этого инструмента а у этого вырезать потому что есть такая техника в ней нет ничего плохого но конкретно в этом в этом случае я решил все таки сап от джуна ставить и более здесь не такой явно выраженный здесь все таки больше внимания идет на вот эту среднечастотную атаку звука вот она где-то районе 800 герц вот можно прям посмотреть по волне вот это наш такой горбик но при этом сап тоже присутствует звуки и вместе с этим сапом они прям очень хорошо друг друга дополняют я чуть-чуть добавил зону 143 чтобы все таки у нас басовость присутствовал потому что в остальных элементах у нас эта зона наоборот под вырезана особенно в барабанах этому бочки выберу урезал у снейра у нас звучание чуть повыше в районе 200 герц у бочки как бы пониже а вот эту зону как раз занять вот этим вот джуна басом таким образом у нас вот нижняя часть там до 300 герц полностью занята ритм секции и четко там все сформировано то есть это очень хорошо для склейки вот баса и драма драм машину в данном случае или вообще ударных неважно дальше у меня стоит опять же virtual mix rack стоит опять сатурация которая дает опять же грязи и плотности потому что я сейчас отключил когда обработку вы наверняка заметили что звук этого джуна стала какой-то очень тонкий какой-то такой не такой живой что ли то есть сейчас давайте отключу сап убираю включаю то есть вот эта сатурация дает это вот этих приятных обертонов здесь тоже чуть-чуть я добавил яркости высокой полосе и здесь также я подчеркнул вот этот атаку в районе пяти килогерц широкой полосой довольно с помощью ssl эквалайзера просто добавил здесь два с половиной децибела и добавил еще 200 герц просто чтобы сделать потеплее это звучание то есть тоже где-то в районе трех килогерц точнее 3 в районе 200 точнее герц на 3 децибела я добавил на вот этой полосе звук за счет этого стал более близким более насыщенным что мне собственно и нужно было потому что это единственный по сути басовый элемент в треке это напомню саб бас а вот именно басовый у нас вот этот единственный и мне все таки хотелось чтобы он создавал плотность в звуке дальше у меня стоит fx опять же для басы на хенсера и здесь у меня стоит частота в два раза выше чем та что была у бочки потому что здесь мне важна именно вот эта зона то есть в районе 120 герц и они вместе с бочкой вот после такого подкрашивания очень хорошо будет сочетаться то есть у бочки у нас явно выраженный низкочастотный пинок в районе 61 герца а здесь нас на октаву выше 121 там 122 то есть это не так существенно но вот в общем у нас получается четко такое слаживание через октаву баса и саб басовой частью бочки то есть это тоже очень хорошо всегда работает и здесь также у нас сайчей над бочки едва заметный с теми же самыми настройками и так трешот выставлен просто чтоб чуть-чуть бас проседал вместе с бочкой вот это прям слышно в соло давайте послушаем вместе с бочкой с аббасом вот прям слышно как хорошо они сочетаются друг с другом друг другу не мешают бочкой вот эти два баса и очень хорошо друг выполнять то есть когда бочка у нас не звучит у нас бас такую как подушку обволакивающую делает как только бочка бьет басы чуть-чуть просаживаются и тем самым дают ей место у нас сильно нет перекосов низких частотах в эти моменты и все звучит очень органично и вот на этот бас я добавил чуть-чуть комнаты чтобы ему добавить пространство потому что сам по себе он звучит как-то довольно вакуумно скажем так вот давайте чёрт послушаем а так как трек все-таки полетный у нас очень много эффектов на барабанах чтобы как-то их склеить я все-таки добавил здесь вот этот эффект напомню что на вот этой комнате у меня стоит срез низких частот поэтому я не переживаю за то что у меня саббасы будут отражаться в ревер-бираторе тем более здесь тоже у меня срез стоит и это очень важно потому что ревер с супер низкими частотами там ниже 150 герц звучит так себе мягко скажу лучше это фильтровать однозначно не бояться этого но так как в этом звуке присутствуют нас не только басовые частоты но и средние особенно вот зона 8 800 герц мы можем смело отправлять этот звук на ревер и он будет очень хорошо работать давайте послушаем вот я сейчас специально останавливаю чтобы был слышен этот хвост то есть он не громкий он не сильный но он сразу же добавляет живости этому басу как будто он уже находится в неком пространстве они просто в вакууме это очень хорошо слышно в наушниках когда вы слушаете что этот бас сразу прям оживает и давайте послушаем вместе с ударными теперь и давайте послушаем в припеве ну то есть думаю идею вы поняли все довольно просто но очень важно на эти моменты обращать внимание на сайт чем компрессию на взаимодействие бас с бочкой на взаимодействие в двух басов между собой если у вас есть несколько ну если у вас есть такой скажем лейеринг звуков баса все равно это воспринимать как единый элемент но отдавать одному одной одной части какую-то одну роль в данном случае у нас это сап и другой части другую роль то есть это в данном случае такая среднечастотный вот этот вот звук фильтра это мяу-мяу такой немножко гнусавый и за счет этого собственно и получается то самое классическое звучание синтвейв баса ну что ж давайте двигаться дальше и дальше мы поговорим с вами о гитарах